Твой топ-5. Фисков, Дюка. Как тебе фильм Навального? Такой ли это шок? Какие у тебя есть вопросы к нынешней власти? Не могу понять, почему все не делают сейчас, а мне просто по той стороне. Вот она пошла, да-да. Тимченко. Короче, вот эти люди там для Нетфликса целые золотые фунты. Даня, привет! Сравнивая с каким-то стереотипным образом шахматистов, Роман и Джинсы, Баленс, все твои интервью и так далее, хочется сказать, что ты раздолбай. Ну да, да, конечно. А кто самая рок-звезда сейчас в шахматах? Если начинаешь с самого верха, даже Магнус, в принципе, что Магнус, там, не знаю, пойти на дискотеку, выпить больше, чем надо, вполне реально все. Нам шепнули, что в этом месте, где мы сейчас находимся, у тебя большой депозит на Алка. Не всем корректно, то есть у меня депозит не на Алку, у меня депозит просто, а тут, кстати, может поесть очень хорошо. Я вас обязательно угощу после интервью. Это правда, но в этом нет ничего такого. То есть я говорю, там другая часть офиса, это вот компания, которая, в общем, куча мероприятий проводит в шахматах. У меня с ними был просто договор, они меня, типа, попросили прочесть какую-то лексу онлайн, предложили мне, типа, x денег, я говорю, там, давайте, типа, там, типа, 2x. Они говорят, слушай, мы не можем тебе дать, там, типа, там, 2x или 3x, неважно, в общем, мы не хотим так, давай мы тебе дадим депозит. Я говорю, отлично, давайте депозит. А как в жизни шахматиста алкоголь и наркотики влияют на его, собственно, профессию? Это помогает расслабиться, помогает сконцентрироваться? Ну, алкоголь, я не думаю, что он кому-то вообще сильно помогает, но где-то понятно, что там расслабиться он помогает. Ну, скажем так, мне кажется, контринтуитивным, да, то есть мы еще перейдем, там, к этому сериалу, но, скажем так, мне кажется, контринтуитивным, когда все мои коллеги говорят, что это все абсолютно нереально и что там никогда-то, что абсолютно нереально добиться успехов вот с этим образом жизни и так далее. Ну, как бы, камон, да, я не буду называть фамилии, но есть там люди, вот я сейчас какой-то 30-й в мире, да, так аккуратно сузим список, есть люди, которые в рейтинге стоят выше меня и там употребляют и то, и другое, и замечательно при этом играют. Они употребляют, потому что они рок-звезды или потому что это помогает? Я, честно говоря, думаю по обеим причинам, не спрашивал никогда, то есть не то, что я спрашивал, ты там такой идеолог, да, или ты там просто в кайф живешь, то есть я не спрашивал. Ну, в любом случае, мне кажется, проблема всех этих вещей в другом, да, это не то, что ты не сможешь завтра играть в шахматы, просто это в целом вредно по жизни, это абсолютно другое, это твой какой-то там выбор или не выбор, там, ну, как и сигареты, да, ну, там понятно, что это в целом вредно, но это не то, что ты там умрешь именно завтра, или не то, что ты там отупеешь через неделю. Ну, вот был какой-то колоссальный сюжет, я помню свое время, на вечернем Урганте про, значит, Влада Ткачева, Влад, кстати, изумительно, абсолютно чувак, вообще очень крутой, что вот Влад в какой-то момент там тоже чуть-чуть там слишком хорошо отдохнул, пришел на партию и уснул, и типа made it to вечерний Урган, то есть там целый сюжет, то есть. Ход королевы, как тебе? Понятно, что я смотрю сериал Ход королевы глазами профессионала, который холодно и цинично оценивает, а, насколько это правдоподобно, б, как бы, насколько мы все с этого наживем, да, то есть я пытаюсь, ну, да. Я слежу, чтобы он стал популярным, мне по большому счету его художественная ценность не так важна. Она, безусловно, есть, но я смотрю не с этой точки зрения, да, я смотрю, чтобы там, я радуюсь, что вот они там на Нетфликсе впереди, какие-нибудь там в шахматы придут, спонсоры и так далее, да, я смотрю на это чуть-чуть иначе. Надо признать, вот по-прежнему она чуть-чуть, конечно, комично на часы нажимает, но, в принципе, ну, вот эта механика, она, ну, сложно дается. Объясни, что не соответствует, так сказать, реальности? Ну, мне трудно, ну, нет, ну, я имею в виду скорость движения фигур, там, как ты нажимаешь на... Ну, вот у меня был опыт недавно, значит, есть такой российский актер Ваня Янковский. Он, значит, в некоторой связи, мы с ним недавно познакомились, он, в некоторой связи, значит, ему нужно было, ну, как-то погрузиться в шахматную тему. Короче, мы с ним познакомились, вот, и как-то я ему там что-то там рассказывал. И вот я обратил внимание, что, как ни странно, то есть можно рассказать человеку всю историю, там, все, но вот ему тяжелее всего дается, мы вот просто садились, как бы, доской, значит, он там делает ход. Я ему говорю, там, слишком быстро, или, там, слишком нервно, слишком медленно, слишком то. И надо еще нажать на часы, то есть, на самом деле, освоить вот эту, ну, механику, которая выглядит естественно для профессионалов, это реально требуется годы. То есть, мне даже трудно объяснить вот этот, там, темп. Мне там трудно объяснить, там, в какой момент мы ходим, там, условно, движение чуть более резкое, в какой момент чуть более плавное, в какой момент ты, там, сильно жмешь на часы, в какой момент нет. То есть, ну, такая тонкая тема, понимаешь, что они не могут, ну, там, это я, не ты, Варджой, там, каждое движение расписать она везде плюс-минус этом одинаковые скоростью делают ход иногда но это немножко контр интуитивно то есть она выглядит таким как бы как роботом она вообще не выражает эмоции она все время делает одно и то же то есть это как если бы в теннисе чувак бил бы ракеткой по мячу каждый раз там одной силой там как это повлияло уже на шахматную индустрию мне кажется очень сильно повлияло но вот опять же вот мы мы сидим в этом баре да тут компания ворчесс они сейчас на себе делают шахматы да вот эти шахматы вот они мне рассказали что они продали какое-то рекордное абсолютно количество шахмат там за ну то есть они продали там что-то за несколько месяцев больше чем они план там за годы и там что-то надо новую партию и так далее огромный мне кажется интерес то есть пошли всякие интервью там к магнусу внимание даже вот магнус проводит вот этот онлайн-тур даже в него пришли какие-то спонсоры мне кажется посмотрев это сериал шахматы это круто как-то люди интересуются стали искать ну то есть это мне кажется вот поиска преподавателя там на я не знаю на авито до до всего остального просто мне кажется да в целом людям стало интереснее бобби фишер шестьдесят втором году сказал что женщины все слабые они глупые по сравнению с мужчинами им лучше не играть шахматы проигрывает каждую партию и он говорил о том что даже отдав коня он все равно всех любую женщину вынесет шахматы на что почему девушки не играют против мужчин нету просто объективно но опять то есть тут есть некие здравые основы есть объективная реальность то есть объективная реальность такова что никаких реальных оснований для этого не да это не теннис там никто не доказал что как-то отличается мозг тому у мужчин и женщин и я честно говоря склонен думать что это ну как действительно не то то есть он наверно отличается но нельзя говорить что кто-то умнее или глупее я не думаю что кто-то априори играет шахматы лучше или хуже и как бы действительно к этому предпосылок не другое дело что панч если сейчас убрать ну женские шахматы профессиональные и запустить их в турниры к нам они будут просто голодать потому что но просто они играют намного хуже в среднем не потому что они женщины на мой взгляд а по абсолютно другим причинам но реально они будут голодать они просто не выдержат конкуренции а почему потому что они просто меньше играют да 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 я я честно говоря склонен думать что то есть у нас очень мало примеров в истории когда женщин вот с детства брали да и так вот именно заставляли прививали там любовь шахматам так чтобы они работали там реально в среднем там 67 часов в день и тут ну то есть такой пример приблизительно один и он как раз контур пример это пример там единственно женщины которая попала в мужской топ-10 на всякий случай то есть вот она с детства у нее там домашнее обучение шахматы 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 много работала и абсолютно она там попала в этот топ-10 мужской было в нем абсолютно свои ни одной проблемы а едет едет пограда а в остальном ну просто кажется жизнь просто ну много вещей интересно женщинам женщины и мужчины мне кажется скорее тем отличаются что просто нам проще намного вот на чем-то одном сконцентрироваться да то есть мы можем у тебя там может быть там семья жена там что-то какие-то дела там дети то все ты все равно можешь там не за если ты писатель ты можешь там писать по 8 часов в день или что еще такое делать там сконцентрироваться на шахматах а женщины мне кажется они как бы так немножко растворяются просто в хорошем смысле причем в делах ну и просто ну как-то не не занимаются они просто по 6 7 часов в день на дистанции в там десятки лет но нее неудивительно что мы их обходим опять же косвенное доказательство этой теории мне кажется в том что если взять ну детские соревнования то там то такой пропасти в силе нет абсолютно то есть там как раз девочки часто бывает у одного возраста девочки бывают сильнее мальчиков и почему-то потом вот эта пропасть как бы возникает и это приложение sports точка ру самое уютное место на планете земля где вы найдете все что надо для жизни как родиться в тбилиси вырасти в москве стать суперзвездой автомобильного дизайна и придумывать новые ламборгини и bugatti как на самом деле научиться шарить футболе лучше станислава черчесова все есть приложение sports точка ру пара ссылок на мои любимые тексты в описании когда ты полюбил болинсиагу тоже кстати вот история реально красивая она же изначально появилась просто случайно сейчас это уже мем то что реально сейчас уже все все же троллят просто на тему меня и блинся где должен продолжать реальная история значит я играл турнир на острове мэн это такое островное государство там абсолютно ничего делать мы играли там турниру он у меня очень плохо шел и мне было что-то совсем грустно я помню то есть это вот было такое дно моего наверное состояние настроение года за два за три я ну в какой-то он уже просто ну ну совсем уже как бы то есть там даже не выпить нигде плаш негде тупо то есть там даже ну ты это не успеваешь в рестораны они закрываются там условно ближайшие продуктовые у тебя там километров там 10 в какой-то момент вышли из отеля пошли куда-то там просто я помню по дороге прошли час не встретили ни одного человека ни одного как бы населенного пункта ничего развернулись пошли обратно мы пошли за шмотками ну и как бы я там увидел дашь там какой-то свитер были тяга я про знаю что вот это иногда помогает в буквальном смысле практически сжечь деньги да то есть я там ну не то что олигарх но это иногда просто помогает что как бы выкидывайте это как бы отпускает я такой думаю дальше отлично давайте я я куплю свитер по по цене всего остального что купил там примерно там за два дня там дали но если это оригинал тысячи евро ну и мой я купил оператор и другую и 2 сюда да 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 там есть другой но но вот остался вам даже больше но он был изначально просто как метод я такой ношу просто чтобы меня отпустило да и тоже планировал там значит какую-то модную карьеру а потом этот свитер стал просто легендарным потому что потом то себе турнир я в итоге завалил и потом мы поехали играть за сборную и там так получилось что мы выиграли турниры я вот в этом самом свитере выиграл пару очень важных партий и он там ну попал везде я продолжил уносить и соответственно полетели дальше мема что дубов блинсяга но у тебя купил еще уже просто по по как бы фану что просто продолжать радовать то это же за полтора я в москве купил как ты правил 23 января ну я бы не стал об этом рассказывать если бы это не было уже известно но просто уже так получилось что мы сашей горячук он попали на вот эти камеры дождя на митинге на пушкинской ну значит мы там были получается а почему ты мне рассказывал потому что я честно говоря считаю что это не совсем корректно то есть мне кажется если ты спортсмен вообще если ты типа известный плюс-минус мне кажется ты не должен ну то есть мне вообще не не близко как бы агитация то есть я туда выходил грубо говоря как биомасса да я вот выходил просто как человеческая единица чтобы как бы людей набралось мне тоже страшно сказать я просто имею ввиду что я не хочу чтобы люди там на основе того что я или кто-нибудь там другой до сказал что мы там были чтобы люди потом из-за этого ходили мне кажется просто не надо давить на людей люди как бы сами могут люди выходили не из агитации а из-за отсутствия внимания к тому что происходит вроде как в россии ну опять же хотелось бы верить что это так но на самом деле не все люди да если это так ну зачем допустим медуза как бы накануне этого митинга делает подборочку там кто поддерживает этот митинг и они вы выкладывают как бы эти видосики там я не знаю касты саши бортич и так далее да если мы гоняши бортич про навального высказывались нет но они высказывались смысле почему вы должны выйти погулять они высказывались ну еще раз да на мой взгляд не надо как бы я люди же и так знают что вот да там будет от прогулка и и объявили ну зачем еще дополнительно чтобы там дубов грешук бортич или каста еще говорили что ребята пойдемте гулять ты гораздо более въедливый и человек зритель чем там я я уверен большинство как тебе фильм навального про дворец про дворец меня честно говоря не сильно впечатлило именно в плане взрыва не удивило ну я боюсь показаться циничным но ну как сказать но мы живем в стране где я думал больше половины людей давали в своей жизни взятки да мы даже берем там мелкие там на дороге и так далее честно говоря ну такой ли это шок да я просто вот это не всем понимаю то есть допустим были мне опять же что не нравится в этой команде навального до что они как бы объективно но они тоже у них своя как пропаганда не пиарит именно свои расследования то есть были допустим недавно же расследование the project а вот про там зятя путина про какую-то предполагаемую его там женщину не женщину ну скажем так вот это то ну на мой взгляд если все это правда этого не знаю но я имею ввиду это гораздо важнее конечно мне кажется да но вот они берут там растянул что реальные дворе ну что она в 7 миллион лет знают что есть там дворец грубо говоря то есть я даже не всем пойму в чем в итоге расследование то в том что типа потратили кучу денег на как бы дворец ну причем про существование грубо говоря что эти деньги могли быть потрачены на другие цели и не не наличные цены ну да но я еще это вот настолько как сказать ground breaking это вот ну что это вот настолько невероятно я понимаю почему это плохо я не понимаю как бы вот именно по меркам россии ну честно говоря да ну мы живем но не то что мы в голландии живем не то что там коррупция это такой шок невероятно невероятно они построили все дворе ну там же был уже там фильм про медведево там тоже куча резиденции и так далее но я так понимаю что эти расследования не к тому чтобы потягаться у кого расследованием круче а к тому чтобы привлечь внимание к тому что что-то происходит незаконно ну опять хочется верить что это реально вот это последнее как бы расследование мне лично она кажется ну таким немножко сырым и она мне кажется что привлечь внимание к себе скорее вот это меня не нравится я я не могу понять просто в чем расследование то есть они взяли ну как бы к искать там и так можно было одну зайти посмотреть там куча компании написали что что они строили его для путина чем как бы расследование это я не могу понять но я тоже могу провести такое расследование смотрите в геленджике есть дворец кто-то написал что там дворец путина как бы расследование готово Ну, там же выстроены все эти связи, схемы, потоки. Ну, выстроены, выстроены. Но, как бы, я имею в виду, сам факт этого, мне кажется, никакой не секрет. То есть, ну, просто он в некотором роде, он как бы доказывает очевидную вещь, да? Он доказывает, что вот есть этот дворец, и это дворец, предположительно, Путина. Ну, так, ну, и так многим об этом было известно. То есть, я имею в виду, расследование вот этих The Project меня, допустим, искренне шокирует. Хотя у меня, в принципе, глаза, мне кажется, открытые. Да, ну, там реально, вот ты читаешь, там, ну, если это правда, то это действительно шок, что вот этому там зятю Путину, Сибур, там, вот эти исследования. Ну, вот это действительно шок, если это правда. А тут, ну, как бы, ну, хорошо, построили дворец, там, ни в первый, ни в последний раз. Ты регулярно, если высказываешься про политику, то доходит до Навального, и регулярно ты говоришь, что он тебе не нравится. А почему он тебе не нравится? Ну, мне не нравится он, в смысле, как политик, да, то есть, как человек, он, очевидно, смелый человек, в этом надо дать ему должное. У меня нет ощущения, что они, скажем так, что ли, уважительно относятся к людям, которые их поддерживают. Мне кажется, это немножко такая же пропаганда, просто с другой стороны, да, то есть, это идет уже, ну, реально. Ну, я не знаю, вот они же сами, например, признают, я не понимаю, зачем вы это делаете, вы этим даже гордитесь. Они говорят, мы вот эти митинги даже не пытались санкционировать. А ну, а почему, собственно? Ну, ну, то есть, хотя бы попытайтесь, ну, то есть, уважайте людей, которые выйдут, да, там, кто-то получит дубинкой, вообще, ради вас, из-за вас. Ну, хотя бы попытайтесь сделать, чтобы этого не было. Или, ну, хотя бы опять, если у вас есть мозги, вы пишите эти памятки, ну, вы же понимаете, ну, как бы вы можете сложить 2 и 2, ну, предупредите заранее, ну, не надо кидать снежки, ну, там, как бы, понятно, вот вы выходите на марш, как бы, зимой, там, Пушкинская площадь, что же будет, да? Ну, то есть, там же, ну, это же реально абсурд, что там, ну, как бы, там, одни идиоты кидают снежки, а других из-за этого бьют потом. Голуновские вот эти марши, которые, как я понимаю, делались другими людьми, это делалось, там, близкими друзьями Голунова, да, профессиональными журналистами и так далее. Ну, во-первых, они пытались их санкционировать, им, как я понимаю, удавалось периодически. Во-вторых, ну, как-то, ну, просто, если посмотреть на то, что там происходило, ну, вот, гораздо меньше провокаций, да, то есть, ну, делали какие-то другие люди, они реально беспокоились, там, писала эта Медуза, что, ребята, не делайте того, не делайте сего, не делайте, там, этого, да, что мы реально выходим, то есть, у нас некая реальная цель. А тут, ну, как бы, получается, что просто под одни знамена, в принципе, собрали всех людей, которые хоть чем-то недовольны. То есть, там, есть люди, которые, там, просто недовольны по жизни, все достало. Есть люди, которые агрессивно за Навального, за политика. Есть люди, которые, допустим, как я, им не нравится, может быть, Навальный как политик, но они считают, что как гражданин, ну, просто надо его отпустить, и все, да, что это просто, вот, как и в случае с Голуновым, просто отпустить из человека. Есть какие-то еще люди, которые, там, просто пришли покидать снежки, я не знаю, или какие-то плакаты. Есть кто-то там еще, то есть, ну, я говорю, и в итоге, ну, они пытаются выдать, все эти разные группы людей за одну большую группу некой поддержки политической Навального. Что объективно явно не так. Можешь сказать емко, но тезисно свои вопросы? Какие у тебя есть вопросы к нынешней власти, на которые ты хотел бы получать ответы? Я вижу то, что мне показывают. Мне трудно сформулировать свои претензии, пока я не нахожусь там условно в садке. Или где-то. Я вижу, что условно в садке люди живут плохо. Я вижу, что там изменился курс, экономическая ситуация ухудшилась. Крым для меня тоже спорно. Стоило ли это вообще того, чтобы из-за этого появлялись какие-то у нас экономические проблемы, и мы там все, грубо говоря, ужимались, чтобы теперь появилась новая территория, мы ее тоже кормим. То есть много вещей. Моя главная претензия, я просто не могу понять, почему все не делают честно. Мне просто вот эта страна. Какие у тебя догадки? Не, ну я не знаю. Я просто имею ввиду, что тот же Навальный. Ну, то есть, отпустите Навального. Просто, ну, как бы, Путин же легко выиграет честные выборы сегодня. В этом проблема. Ну, или не то, что проблема, но это, как бы, реальность. Я просто вот это, я не могу понять. Зачем они делают из него какого-то там, из Навального? Какого-то героя, мученика. И так просто отпустите его. Там любые честные выборы, Путин у него выиграет легко. А почему ты уверен, что... Ну, потому что я много езжу по стране, я просто понимаю, что выиграет. В Москве, может быть, нет. В Питере, может быть, нет. Среди людей моего возраста, может быть, нет. А по стране он, как бы, безговорочно выиграет. И причем, ну, логика демократии в том, что, вообще-то, мы с этим должны жить. Ну, что, ну, даже если ты, там, голосуешь за кого-то там еще, ну, это твои личные проблемы. Ну, что, в принципе, если народ честно выбирает Путина, то, собственно, надо это признать. Никаких вопросов. Да, я думаю, что реально вот это мне просто странно, что, то есть, они как-то излишне, что ли, усердствуют. Просто он выиграет честные выборы, легко выиграет. Что ты видишь такого, когда путешествуешь по России, что заставляет тебя думать, что честные выборы, любые честные выборы выиграет Путин? Ты, там, разговариваешь с людьми, которые... Ну, заметно, да-да, заметно, что вот превалирует вот эта концепция, что, что вокруг одни враги, что вот пиндосы, все-все-все придумывают, что там Путин только хороший и так далее. Знаю ли, Путин-то, опять же, надо понимать, то есть, это опять сейчас, ну, такая антипропаганда, она, как бы, стала очень устойчивой. Знаю ли, Путин-то же тоже много хорошего сделал, надо понимать. Ну, там, как минимум, все-таки, ну, закончил войну на Кавказе, то есть, там, уже за это, как бы, по большому счету... Что? А? Что за это? Не, ну, хотя бы, ну, то есть, реально, ну, война закончилась, там, понятно, что это спорное, как бы, метод решения проблемы, скажем так, может вызывать вопросы, но, реально, слава богу, что закончилась война хоть как-то, да, то есть, реально, война-то закончилась, ну, как бы, было же и хорошее, просто, мне кажется, на самом деле, было... Но этим же нельзя ограничиться, тем более ты претендуешь на безлимитное правление какое-то. Не, не, безусловно, безусловно, нельзя, я просто говорю о том, что, опять, сейчас какая-то, ну, идет, там, такая пропаганда, что, как будто, это, человек был, там, каким-то... Сейчас, там, уже, вот, какие-то, да, ты, если видел, там, всякие, там, Чичваркин, Ходорковский, они выходят и говорят, так вот он еще тогда был, там, такой, плохой, ну, реально, как раз тогда-то, с другой стороны, у людей-то к нему не было особо претензий, да, и нулевые были более-менее несытые, мне кажется. Тот же Каспаров, там, условно, да, там, великий аналитик политический, он, там, мне кажется, уже, там, не знаю, лет 10 говорит, что все, там, политическому режиму Путину осталось два года, три года, ну, и вот он и, там, и сегодня это говорит. Ну, наверное, это просто показывает то, что не он плохой аналитик, а то, что он, возможно, не политик, вот и все. То есть, делать государственные какие-то политические прогнозы, это не то же самое, что быть, там, сверханалитиком в... Не, ну, во-первых, довольно тоже неплохой политик, кстати, надо признать, да, то есть, он же все-таки даже, ну, то есть, он, там, очень близок был с Немцовым и так далее. То есть, он, мне кажется, как политик, кстати, недооценен, у нас все говорят, что вот, полез в то, в чем ничего, не понимают, и вот там, бла-бла-бла, на самом деле, это не совсем так. А можешь объяснить? Нет, ну, я имею в виду, что в этой, насколько я понимаю, в этой вот оппозиционной тусовке, в принципе, он очень высоко ценился и ценится, и, в общем, то есть, ну, это, скорее, как-то, мы привыкли так думать, что вот, там, играл бы свои шахматы, а тут ты ничего в этом не понимаешь. Но, скажем так, это не уровень, там, Марата Сафина или не в обиду Валуева, да, там, как депутатов. Ну, выше, выше. Да, да, конечно, да, да, конечно. Я хотел тебе показать фото. Что это такое? Хороший вопрос. Сотрудняюсь ответить, что это такое. Это шахматный клуб в Ханты-Мансийске. А, да, похоже, это правда. Мне кажется, что, ну, вся Россия, да, на одном фото. Ну, что-то есть, да, да. Крестьянин. Да, 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 торжествую, да. Но я, в общем-то, там играл много раз. У них, причем, это считается такое супер-хай-тек здание, у них это считается там супер, типа, достопримечательность города. Нет, ну, вживую это выглядит лучше, спротивлюстры, надо признать. Я открыл сайт Федерации шахмат России, учительский совет, увидел такой состав Песков, Дюков, Шагу, Симченко, Фридман, Собянин, Кудрин. Ну, видишь, как хорошо. Как это помогает русским шахматам? Тут надо все-таки смотреть, ну, откуда все это начинается. Российский шахмат, Федерацию шахмат России сейчас возглавляет олигарх из списка Forbes. Он же, кстати, главный тренер сборной России. Значит, соответственно, ну, вот эта тенденция, она наметилась после его прихода. У него, скажем так, жесткий довольно стиль управления. Ну, этот стиль вызывает у меня некие человеческие вопросы, но как босс он меня, в принципе, абсолютно устраивает. То есть, я не могу предъявить претензии, что мне что-то обещали и не сделали, вот что-то там такое я не могу сказать. Можно ли сказать, что вот они пришли и все это диктуют? Ну, опять же, можно, но это упирается в деньги. То есть, там объективно, опять же, при этом самом олигархе, да, сильно возросло финансирование сборной, сильно возросло финансирование каких-то вообще там мероприятий в российских шахматах. И это все правда. Соответственно, то, что спорная манера управления и то, что там какие-то странные люди, это правда. Мне там, допустим, странно, когда организуется вечеринка там в честь, значит, победы сборной России в чемпионате Европы. Я за сборную как раз там играл. Там какие-то люди, там, Симонян, там, например, ну, да, да, вот это действительно странно. Ну, что я могу сказать, да? Смотри, мне кажется, просто, когда такой состав на одной странице собирается, ну, наверное, они же и позиционируют себя, и наверняка являются фантастически влиятельными людьми. Но когда они собрались на одной странице и никаких действий ты не видишь, ну, возникают вопросы, типа, а что происходит? Нет, ну, не происходит ничего. Это попечистический совет, его функции, мне кажется, вообще в другом, это такой, типа, гарант стабильности. Они не должны ничего делать, это, мне кажется, скорее люди, которые, грубо говоря, там, должны погасить восстание, если вдруг там какой-то, не дай бог, появится другой кандидат на пост президента Федерации. Не, это, безусловно, ну, никогда, то есть это я тебе могу сказать и раньше, это попечистический совет, он никогда ничего не делал реально. То есть это, ну, абсолютно, это некие такие, это просто вывеска, да, что вот у нас там такие серьезные люди собрались. Соответственно, человек, который возглавляет Федерацию Андрея Филатов, он, да, действительно ездил со сборной даже на турниры. То есть это действительно не, скажем так, не свадебный генерал, и там у него действительно есть свое какое-то видение, там, того, кто хороший в шахматах, кто плохой, там, и так далее. Ну, тут что я могу сказать? Ну, безусловно, плохо, когда политика и шахматы смешиваются, это не идеально. Но, опять же, конкретно шахматистам и российским шахматам от Филатова объективно хорошо. У меня к нему там человеческое отношение сложное, допустим, да, там непростые отношения объективно. Я еще раз говорю, как босс, он меня устраивает, но главное, ну, реально просто при нем, ну, как, там, у сборной больше шансов. Да, там, молодым ребятам оплачивают больше сборов и так далее. То есть просто ради чего? Ну, можно выпендриться там, да, что это самое, как Иисус, выйти и сказать, я в этой продажной организации с этими людьми, я там, типа, не хочу, но просто, ну, и в чем смысл-то? Ну, можно, я не знаю, я с этими людьми и так никак не взаимодействую. Он вкладывает личные средства еще, помимо всего. Филатов? Да, да, да. По факту, конечно, это его личные деньги. То есть, ну, просто это могут быть деньги, условно, его личный звонок, а могут быть деньги каких-то спонсоров, которых он привел примерно вот благодаря, там, такому подписчикскому совету, да, это могут быть, там, условно, деньги компании Тимченко. Ну, понятно, что реально это просто государственные деньги, вот, поэтому я, честно говоря, понятия не имею, как они расходуются, но я вижу, что на молодых стали тратить больше. Это здорово. Мне оплачивают какие-то сборы, там, периодически тоже, ну, здорово, то есть, раньше был хуже, я еще раз говорю. Двадцать с половиной года назад Аркадий Дворкович стал президентом ФИДа. В первом же интервью, по-моему, после избрания Дворкович сказал, что цель повысить доступность и узнаваемость шахмат в мире. Что у него удалось за это время сделать вот из этих озвученных пунктов? Ой, слушай, да фиг его знает. Ну, во-первых, тут надо признать, узнаваемость шахмат явно повысилась, да, из-за этого сериала. Другое дело, что можно ли сказать, что Дворкович имеет к этому отношение, я думаю, что нельзя. Думаю, что вряд ли. Да, думаю, что вряд ли. Ну, трудно сказать, у них объективно, скажем так, это первое за много лет правление ФИДа, где люди реально очень любят шахматы. В том числе, кстати, и Сан Дворкович, это человек, который реально с телефона там в такси играет. Это их огромный плюс, то есть намерения, безусловно, благие. Мне точно так же импонирует, что там в этом неком штате там есть много моих коллег бывших. То есть, если раньше это были при Лумжинове, это были вообще какие-то люди, которые фиг знают, кто они, как их найти, кто эти вообще, что это вообще, знает ли он какой-то конь. Там вот этот человек, который возглавляет какую-нибудь там комиссию по этике, кто ты вообще просто, кто ты. Вот, а сейчас, то есть, по крайней мере, там очень много людей, мы знаем, как с ними связаться. То есть, это люди реально из нашего же мира, то это в некотором роде вот шахматисты работают для шахматистов. В этом плане плюсы есть, то есть, намерения благие. В плане результатов, ну, надо признать, хотя я за них, как болельщик, скорее переживаю, это симпатичная мне команда. Надо признать, что, ну, пока без блеска, но, как бы, объективно без блеска, ну, во многом потому, что вирус. Хорошего они сделали достаточно много. Во-первых, они реально первые люди, это очень важно, на самом деле, это главное без шахмат, они первые люди, которые начали бороться с читерством. Это, ну, скажем так, то, что они делают, я думаю, можно и нужно делать лучше, но это первые люди, которые реально, скажем так, понимают очень сильно проблему и что-то с этим делают. Просто раньше была такая, понимаешь, странная схема, что читерство еще не всем понятно, оно никому не вредило, кроме нас. Ну, то есть, условно, там, организаторы турнира, да, там, они проводят турниры, им по большому счету пофигу. Ну, там, кто-то читает, им важно провести турнир, там, да, они пытаются заработать деньги или сделать пиар, то есть, по большому счету, они не будут никого ловить, потому что им это особо не надо, им надо провести мероприятие и все, да. Вот, но тут люди, то есть, поскольку много профессиональных шахматистов, да, в этой команде, они понимают проблему, реально огромные деньги на это тратятся. Там появилась некая математическая программа, которая анализирует партии на предмет читерства, опять же, у меня есть претензии к тому, как она работает, но, по крайней мере, очевидно, что они над этим работают, сад стал лучше, каких-то отдельных людей они поймали, они их, что важно, жестко наказали, это тоже имеет значение. А это игроки или... Это игроки, да, конечно. А как их наказали? Ну, то есть, там дается некий дисквал, но вот последнего чувака, то есть, раньше был, по-моему, на два года дисквал, а последнего чувака они там чуть ли не пожизненно. Надо понять, это огромная финансовая разница, что для, там, среднего гроссмейстера дисквал на два года, это вообще не повод не читерить. То есть, ты за год читерства заработаешь больше, чем за три года, честно, играя. Но вот пожизненный дисквал, это уже действительно повод этого не делать. То есть, надо понимать, если мы отбрасываем там мораль и просто считаем деньги, то, конечно, это, ну, принципиальные изменения. Что еще? Раз. Что еще? Ну, они реально, на самом деле, стали выше призовые. То есть, это тоже такой извечный, как бы, конфликт наших шахмат, что, с одной стороны, все говорят, вот, это кремлевские деньги, Дворкович, там, он из политики, там, вот, это там, все, там, Газпром, Фосагра. Ну, реально, призы стали больше, причем они стали больше и для, там, профи, и для супер-профи, и для какого-то среднего класса. Они, в частности, например, очень важны, да, они чуть-чуть изменили систему розыгрыша звания чемпиона мира. То есть, они на этапах отбора, они сделали пару демократичных вещей, которые теперь позволяют, в принципе, даже человеку, ну, почти с улицы побороться. То есть, надо понять, что раньше, если ты был, условно, 200-й в мире, ты реально вообще никак не мог с нуля включиться. Вот, грубо говоря, ты, допустим, Магнус, да, ты играешь силу Магнуса, и ты в мире 200-й. Ты вообще никак не мог ворваться в этот цикл, чтобы в итоге выйти потом на матч. Сейчас они сделали так, то есть, они немножко расширили, как бы, да, пирамиду, что теперь даже люди снизу имеют шанс. 25 года назад, там, и какое-то при предыдущем руководстве, есть ощущение, что ты просто чаще высказывал себя критично и негативно. А когда пришел Дворкович, и, там, интервью, и какие-то твои цитаты другие, видно, что у вас, там, позитивные, там, теплые отношения. Можешь рассказать про него что-то нехорошее, чтобы мы не подумали, что... Нехорошее? Нет, ну, во-первых... Чтобы мы чего-то не подумали. Нет, ну, во-первых, смотри, тут нет никакого секрета, да, у меня, во-первых, нет с ним никаких близких отношений. Я с ним в жизни общался раз, там, 7, примерно, то есть, как бы, не надо переоценивать. Он учился в той же школе, то есть, я его видел, там, 1 сентября, еще нам вручали шахматы, да, там, то есть, и, ну, вот, потом, да, безусловно, я его знаю как-то у, там, президента, но это, в смысле, как бы, не то, что я с ним хожу ужинать, там, раз в две недели, да, то есть, такого нет, я с ним близко не знаком. Другое дело, что мне заметно, он был в шахматах, как меценат, еще до того, как стал президентом ФИДа, мне заметно, что он любит шахматы, мне это импонирует, мне видно, что благие намерения, и в отличие от правления Люмжинова, это, скажем так, реально приятно, потому что при Люмжинове этого не было заметно. И при Люмжинове, там, понимаешь, то есть, если ты сравнишь, там, при Люмжинове, там, были какие-то террористские деньги со стран Ближнего Востока, он, там, встречался с Адамом Хусейном, там, примерно, и так далее, да, и видел инопланетян, там, рассказывал интервью, что я видел инопланетян. У Дворковича, как мне кажется, у него есть абсолютно, она такая, по-человечески, хорошая привычка, да, типа, как не сдавать своих, там, условно, ну, а там, объективно, ФИДа есть люди, которые, скажем так, многим не нравятся, которые многие, ну, я не знаю, которые много высказываются, и высказывания их, там, большинству профессионалов не близки, там, Дворкович об этом знает, и, там, многие ему говорят, что, вот, там, а почему этот человек от имени ФИДа, там, говорит, условно, какую-то чушь. А кто это? Ну, как бы, неважно, кто это, это можно в Твиттер, если ты начнешь гуглить, там, примерно, кто больше всех высказывается из ФИДа, ты там быстро найдешь, вот, ну, он говорит, ну, что, вот, это, как бы, да, это моя команда, вот, там, да, это, там, важный человек. Человек, человек, действительно, кстати, этот делает, и хорошего тоже много, то есть, пользу умеет, но, скажем так, очень много высказывается. То есть, ну, они реально, они пришли, это в некотором роде такая, что ли, ну, как бы, Тимур и его команда. Ну, то есть, вот, была команда, они пришли, они пытаются делать хорошие дела, они, там, искренне расстраиваются, когда их где-то несправедливо обижают. Они что-то там делают, при том, ну, с точки зрения политики, ну, вот, было абсолютно безумное решение, они проводили онлайн-олимпиаду. Ну, тоже, ты говоришь, как бы, я не высказываюсь, ну, так ты же главный редактор Sports.ru, я вот давал это интервью. А, ну, хорошо, ну, то есть, я давал сейчас интервью, там, вырезали, как раз, этот отрезок про онлайн-олимпиаду. То есть, вот, сейчас тоже, когда была онлайн-олимпиада, она завершилась скандалом, в результате которого они дали два золота нам из сборной Индии. Ну, вот, в этом решении весь Дворкович, то есть, да, ну, понимаешь, ну, я понимаю, да, чтобы ни с кем там не портить отношения. Ну, с точки зрения спорта, ну, какие два золота, ну, это бред просто, да, то есть, мы же понимаем, в чем это решение, которое, на мой взгляд, в принципе, оно оскорбляет как нас, так и сборную Индию во многом. Возможно, ты видел перформанс Дворковича, когда он фотографируется с Овечкиным, он в шарфе Динамо, когда Спартак выигрывает чемпионство, он в шарфе Спартака звонит в джерси Спартака с поля, там, поздравляет кого-то. Когда Локомотив стал чемпионом, он был с шарфом в обнимку с Семиным. Как тебе, ну, видимо, это продолжение вот того, что ты сейчас говорил, как тебе этот стиль? Я, честно говоря, про это знаю мало. Насколько я знаю, болеет именно болеет он за Спартак. Я, как бы, сори, если я его где-то сдал, там, извините, Аркадий Вадимович, я знаю, вы вроде болеете за Спартак. Значит, ну, тут тоже, конечно, не надо доводить до абсурда. С Локомотивом он реально многое связывает, да, но он же работал в этой РЖД, он там, типа, возглавлял РЖД миллион лет. То есть, это не то, что Локомотив ему чужой клуб. Про Динамо я ничего не могу сказать, но, безусловно, это отражает уже тенденцию, ты правильно говоришь, ну, да, вот он, как бы, да, что всех поздравить, со всеми, как бы, дружить. Ну, это же по-человечески не так плохо, это просто именно странное качество, именно политическое, да, и мне именно странно, когда себя так ведет большая организация ФИДа, да, когда себя ведет так он лично, я в этом никакой проблемы не вижу, ну, он, как бы, приятный человек просто. А как тебе политическая карьера? Дворковича? Мне, честно говоря, нет особо никого умней, но, как я понимаю, он из команды Медведева, соответственно, при Медведеве он был выше, соответственно, после ухода Медведева он ниже. Про карьеру Дворковича я что могу сказать, как я понимаю, общепринятое мнение, это, в принципе, человек, который, ну, человек номер один, который проводил чемпионат мира по футболу наш, и, кстати, прошел-то он замечательно, на мой взгляд, вот, так что, ну, я не знаю, видимо, это просто профессиональный политик. Что это такое по состоянию на выходе в физическом и моральном плане? Вот что, что происходило с тобой после какого-то изнурительного многочасового боя? С чем это можно сравнить? Вот, ну, давай попробуем объяснить. Ну, это явно некая избыточная нагрузка, но не трагедия. А моральное состояние, ну, опять там, сильно зависит от того, чем все это закончилось. Самая смешная история, что, значит, у нас был суперфинал чемпионата России в Садке, неожиданно, я не знаю, был ли ты в Садке. Ну, в общем, и хорошо. Ну, то есть, надо понимать, суперфинал чемпионата России – это вообще исторически очень сильный турнир. Вот, там, Каспаров еще играл, он, как правило, там, проходил чаще всего в Москве, вот, в Питере, какие-то там большие города. И в какой-то момент, несколько лет назад, значит, какая-то там тенденция изменилась и стали проводить, ну, в таких местах, не самых очевидных, в том числе Садка. Садка – это маленький город, примерно, между Челябинском и Уфой. Значит, главная его достопримечательность – это карьер, там, ну, и дальше в том духе. То есть, ты идешь на партию, тебя сопровождают две коровы, там, и так далее, такой почетный эскорт и все такое. Вот, ну, короче, это вот как раз и серия, что делать нечего и психологически тяжело. И там, ну, в какой-то момент уже на финише, я просто помню, что я где-то проиграл партию, я думаю, ну, просто уже, все, значит, больше не могу. И что-то я прихожу в этот номер, и там, может, смешно, я уже, ну, как бы, замахиваюсь, чтобы что-то сейчас там, ну, условно ударить. Я смотрю, там такой, знаешь, прейскурант, вот, типа, что, что, почем. И, слава богу, это был такой единственный плюс садки, что можно позволить себе, в принципе, разнести весь номер. То есть, как бы, ну, как бы пролезает в бюджет все равно. Знаешь, сейчас есть такие, мне кажется, как они называются, типа, комнаты ярости. Да, да, да. То есть, ты приходишь и просто тебе дают кувалду. Ну, вот, примерно так же, знаешь, типа, разнести весь номер, может быть, стоило, там, я не знаю, 25 тысяч рублей, условно, в турнире, где там у тебя приз, там, да, там, ну, там, в этом 10-20 раз больше. Я помню, я так думаю, ну, все, как бы, понеслось, да. Ну, реально, опять, это не то, что я разнес весь номер, ну, ты можешь наладить, там, дверь в шкаф или что-то. Ну, короче, ты поломал номер, чего ты... Не, ну, что я поломал, ну, ладно, ну, то есть... Ну, как есть, скажи. Не, ну, поломал, это звучит очень гордо, я не знаю, но я сломал, может быть, шкаф, я не знаю, там, то есть... Тебя помню, что я уложился, мне кажется, в 10 тысяч рублей, может, или что-то там такое, ну, хуже. Это смешно. Даня, шахматы очень аксессуарный вид спорта, встречался ли тебе какой-нибудь комплект, который тебе очень понравился? Каждый раз, когда бываю в Израиле, там, на старом базаре в Иерусалиме есть магазин, где чувак, значит, продает разные очень красивые деревянные маленькие наборы, такие карманные. Я все время там покупаю их много, потом вот что-то я себе, что-то я там раздариваю, друзьям, каким-то там знакомым. И тогда они реально очень удобные, если они, во-первых, очень красивые, такое чистое дерево, и вот можно... Нам очень удобно, например, ты в самолете летишь, ты не достанешь, ты вот такую доску, а там ты так достал, там отлично, поехали. То есть они такая вот, как, ну, я не знаю, как планшет и ноутбук, прям, все очень удобно. Вот, так что, ну, сейчас все уже раздарены. А сколько стоит? Ну, поскольку это Иерусалим, можно торговаться, да, я не знаю, ну, в среднем, я думаю, они стоят, наверное. Ну, наверное, евро, там, 200-250, наверное. Когда на «Спортсе» мы готовили какие-то тексты про шахматы, родители детей шахматистов рассказывали, что и юношеские, и молодежные шахматы в России уже давно в жопе. Олимпиады мы мимо всего, мы отстали от всех, от Индии и Ирана. Раньше за третье место считалось поражением, то есть сейчас это просто прорыв. Все так? Ну, в целом, да. Другое дело, что... Нет, ну, тут как бы поражение, не поражение, это все очень условно. В Индии намного больше людей, и в Индии просто больше денег вкладывается в шахматы. Можно отставать, потому что ты совершаешь ошибки, а можно отставать просто потому что кто-то слишком хорош. Вот тут, ну, мне кажется, плохо это не то, что мы отстаем, плохо то, что, мне кажется, мы отстаем, потому что мы совершаем ошибки. То есть угнаться за Индией, ну, объективно, трудно. У них тупо намного больше людей, намного популярнее шахматы в стране, и там, ну, просто каждого ребенка там в два года начинают учить играть, ты ничего не можешь с этим сделать уже. Ну, то есть, как бы, реально очень трудно. То есть мы их можем обойти на уровне, то есть у нас может быть чемпион мира, но я имею в виду, вот, на уровне там матча на, я не знаю, там, команда 500 на 500, понятно, что с каждым годом наши шансы будут ухудшаться. Иран, я, честно говоря, не всем понимаю, как работает этот странный механизм, то есть у них реально очень сильные юниоры, при том такое ощущение, что их как бы мало, то есть они берутся как будто из них откуда. Как будто там есть один такой, типа, шаолинский монах, который там берет себе двух человек и за три года делает из них там сильных. Ну, у них нет ощущения такой, то есть если в Индии реально, знаешь, такая есть вот старая шутка, то ли американского, то ли европейского гроссмейстера, что когда я приезжаю в Советский Союз, у меня такое ощущение, что любой кондуктор играет лучше, чем я. Вот реально про Индию-то вот это сейчас правда, то есть в Индии действительно абсолютно все играют в шахматы, реально, то есть как бы люди следят, разбираются и все такое. Я сужу там, опять же, у меня там Инстаграм, там каждый раз, ну, тебе там вот эти фанатские, там, ну, что что-то там привет, что сыграй со мной партию, они тебе приходят там 80% случаев из Индии, то есть как бы видно, что люди интересуются больше, даже так можно следить. А вот про Иран такого нельзя сказать, и у них просто, видимо, есть один, два, там, три очень хороших тренера, и у них как-то очень точечно поставлена работа с вот самыми яркими талантами, и она дает какие-то результаты. Мы отстаем, мне кажется, ну, отстаем, во-первых, да, во-вторых, я думаю, что отставать от Индии мы будем в любом случае, но это не отменяет того, что есть вещи, которые можно делать лучше. Ну, у нас исторически просто проблема, на самом деле, одна всю жизнь, у нас просто проблема в том, что есть Москва-Питер, да, и есть все остальное. Тут ничего особо не сделать. Ну, то есть, вот смотри, я 96-го года, я не выиграл ни одного, мне кажется, чемпионата России юниорского в своем возрасте, просто ни одного. Притом, вот ребята, которые выигрывали, вот, скажем, выиграл, мне кажется, два раза даже Дарсен Санжаев такой, вот у меня с ним, кстати, очень плохой счет, так и осталось, у меня какой-то счет, там, 1-3 или 1-4. Да, но вот он из-за листы, вот тоже, ну, то есть он выиграл, дальше что? Стои листа, там, условно, не шахматная столица, финансирование особо не это, надо либо переезжать, либо что-то еще делать. Сейчас в итоге кончилось с тем, что он преподает шахматы в общеобразовательной школе, где учился, остался на том же уровне. Был такой, там, Арсений Шурунов, тоже у меня счет, там, 1-3 или 1-4, примерно с ним, да, там тоже он выиграл, там, чемпионат Европы, он точно выиграл, чего мне тоже не удавалось. Я вот в этих турнирах был в тройке ни разу, но ни разу не выиграл. Эти ребята выигрывали даже по несколько раз. Ну, и тоже, ну, он из Шлябинска тоже, где он сейчас, я не знаю. То есть, реально, проблема в том, что у нас все поколение реально, ну, что либо люди из Москвы и Питера, либо переехали, либо просто пропали. При том, что те, те, которые пропали, ну, зачастую были более талантливые. Ну, как бы, ну, какая разница, условно, да, то есть, он выиграл чемпионат России, я не выиграл, может, он более талантлив. Потом он едет на год в свой Шлябинск, а я в Москву, где там, условно, я там, у меня 4 турнира в год против каких-то там гроссмейстеров я поиграть могу, я могу там найти каких-то тренеров, сходить на какие-то лекции. Да, он там сидит, он уже объективно там самый сильный в Челябинске, ну, может, третий. То есть, ну, и как, ему трудно прогрессировать, то есть, это точно такой же профессиональный спорт, как и везде. Ты подписан на Инстаграме на Алекса Дель Пьера. Есть футболист, с которым ты хотел бы встретиться, потусить, попить пивас? Да, ну, просто эти люди, они же не настолько недоступны. То есть, опять же, в той же Барсе, я всем советую, вот, люди, если вы будете в Барсе, там на диагонали есть ресторан, значит, который, причем он, ну, абсолютно демократичный, там, цены, я думаю, ниже, чем здесь, примерно. То есть, они сотрудничают с Барсой, и ты приходишь, у них там есть даже несколько огороженных столиков, специально для игроков. Пожалуйста, приходи, там, пике, иньест, они там бывают несколько раз в неделю, там, подойди, сфоткайся. Ну, то есть, пивас с тобой пить не будут, конечно, наверное, но, там, автограф, что же хочешь, пожалуйста, приходи. А ты был там? Я был, я вот встретил, как раз, по-моему, Пике. Ну, хорошо, но я просто, там, посмотрел, у него издалека думал, ладно, там. Дай, можешь ты объяснить, народно, научно-популярно, в чем величие Гарри Каспарова? Проще всего объяснить, что просто, ну, невероятные спортивные достижения, как ни странно, то есть... Меня вот, что всегда удивляло, да, что есть некое такое распиаренное противостояние Карпов-Каспаров. Да, то есть, вот, если ты выйдешь на улицу, будешь спрашивать людей, а, собственно, ну, вот, особенно из поколения, там, наших родителей, да, условно, то реально тебя назовут две фамилии, да, у Карпов-Каспаров. Ну, а как ты думаешь, сколько Карпов матчей выиграл, как бы ты оценил? Ну, я тебе могу упускать, они сыграли, вот, пять, они сыграли пять больших матчей на Персмире. Как думаешь, сколько Карпов выиграл, вот, интуитивно? А, если ты спрашиваешь, наверное, ноль. Да, да, то есть, реально вот это, реально Карпов выиграл ноль, то есть, там, действительно, в первом матче он вел, они его закончили не по инициативе Каспарова, и, ну, потом они, сколько сыграли, еще четыре матча, второй Каспаров выиграл, там, стал чемпионом мира, и потом это звание успешно защищал, поэтому, ну, что, в принципе, это вот человек, который, да, то есть, мы знаем, насколько Карпов великий, это вот человек, который из пяти матчей с Карповым, да, там, четыре выиграл, и, как бы, не проиграл ни одного, и, в общем, он был чемпионом мира очень много лет, он, получается, был с 85-го, видимо, по 2000-й, ну, это очень много в условиях действующей конкуренции, то есть, это как, примерно, если бы в теннисе человек был первой ракеткой, там, ну, не 15, ну, 10 лет, примерно, то есть, это практически, практически невозможно. Что было у него, чего не было у остальных? Каспаров, в принципе, первым подхватывал все новые веяния, Каспаров, там, одним из первых, одним из первых начал использовать компьютеры при подготовке, как калькулятор, грубо говоря, как именно аналитик, да, то есть, ты можешь анализировать, как бы, руками своей головой, вот он первый начал подключать компьютер к этому процессу. Появлялась какая-то новая дебютная идея, там, в, я не знаю, чемпионате Австралии, там, какой-нибудь Петя с кем-то сыграл, там, до Каспарова, она, может быть, первой доходила, с него первая была такая база, у него один из очень немногих, я думаю, того времени, он очень сильно следил за физической формой, что, чувак физически, я думаю, сильнее нас, там, в обоих вместе взятых, то есть, он просто, просто машина. Как что он делал? Ну, я, так понимаю, очень много бегал, там, всякими, ну, он реально очень много просто занимался, то есть, у них, условно, бывали сборы, там, сейчас читаешь эти книги, сейчас, ну, как, время такое клипированное, да, сейчас мы, там, делаем тренировочный сбор две недели, сейчас ты, там, открываешь эту книгу, мне просто очень нравится ее читать, там, тебе показывают, как надо жить, там. Да, ну, он говорит, я, говорит, понял, что что-то, там, запас дебютных идей подосяк, энергии мало, да, говорит, ну, и мы, там, отправились, там, условно, на 82-дневный тренировочный сбор, там, в Хорватию, ну, и примерно, там, по побережью он каждый день, там, бегает десяточку или что-то такое, да, там, они играют в футбол, что-то еще, ну, короче, физически человек был, ну, и есть, наверное, очень сильный, выносливый и так далее, поэтому, я думаю, просто совокупности, плюс, конечно, ну, талант огромный, именно к шахматам. Так, ну, еще какую программу покажем? Ну, бомба. Не, вещь толстая, это бодяга, на самом деле. Ну, и, как правило, чем толще, чем сложнее сделать что угодно. Ну, ясно, ясно. Если ты будешь сейчас опрашивать людей, там, о величайшем шахматисте в истории, ну, понятно, что он везде попадет в топ-3, и я думаю, что его главным конкурентом будет, честно говоря, Магнус, то есть, ну, который сейчас ныне чемпион, и на это надо делать скидку, да, что всегда есть некий перекос, там, в сторону действующей звезды. Магнус действительно с Каспаровым сопоставим по спортивным достижениям, и это, ну, едва ли не единственный человек, кто сопоставим. И, наверное, ну, меня вот сейчас, если спрашивать, я бы, скорее, выше, наверное, Магнус поставил, в том числе и потому, что Магнус-то еще играет, у него, в принципе, еще есть время. И вот, но, ну, безусловно, это величина одного порядка, и это, скажем так, абсолютная величина, то есть у нас в истории шахмат меньше 20 чемпионов мира, но вот это для меня с большим отрывом топ-2, наверное. А если бы Каспаров играл сейчас с Магнусом? Ну, он был бы обречен, естественно, то есть, да, да, конечно. Нет, ну, Каспаров, ну, потому что ему много лет, и потому что, в принципе, игра ушла вперед. Нет, я думаю, Каспаров, грубо говоря, мог бы быть там в топ-20, топ-30, вот это мог бы, но первым быть бы, конечно, не мог. Нет, ну, не будем забывать, окей, Каспаров ушел в шахматы в 2005 году, он уже не был чемпионом мира, вообще-то. Он потерял звание чемпиона мира в 2000 году, в Лондоне проиграл Крамнику. Ушел он в 2005 году, будучи первым в мире по рейтингу, и выиграв там несколько турниров подряд, но, скажем так, он был уже скорее, даже если называть его первым, что мне, например, не очевидно, но если мы называем его первым, он был первым среди равных, все-таки объективно, и он тогда ушел, и с тех пор просто игра очень сильно ушла вперед. То есть это как если бы в теннисе появились какие-то просто новые удары, да, там, представьте, что приходит сейчас Борг, а там вот условно про укорочен, он не знает, ну, условно, для такого плана. То есть Арсенал Каспарова просто намного как бы уже Арсенал Карлсон. Это не говорит о том, что кто-то из них более талантливый или менее талантливый, это просто время. А давай твой топ-5 попробуем за всю историю шахматы собрать. Первый, вот пусть будет Магнус все-таки. Магнус действующий чемпион мира, выиграл все на свете, продолжает играть. Отличный парень, очень важный фактор. Или я отличный парень. Второй пусть будет Каспаров. Ну, вот Каспаров мы рассказали, да, там такая яркая личность и в мире спорта, и в мире политики. В общем, такой он очень яркий, эмоциональный во всем, что он делает. Третий пусть будет Фишер. Ну, вот про Фишера есть как раз фильм «Жертвой пешкой». Фишер, мне кажется, для профессиональных шахмат сделал просто больше всех, наверное, в истории, потому что именно при Фишере, в принципе, шахматы вышли на принципиально другой, мне кажется, уровень оплаты. И вот эти все гонорары, которые сейчас стали более-менее привычными, это все с Фишера началось. Причем Фишер их поднял с нуля до каких-то аномальных денег, которые до сейчас мы не можем вернуть. То есть сейчас мы в некотором вроде отскочили, но как бы... А он выторговывал, как у него это получилось? Да я думаю, ну, как я понимаю, не то что выторговывал, он был, мне кажется, в принципе, очень прямой в своих требованиях. Он просто говорил, вот там 5 миллионов долларов, там, и не центом меньше. Ему говорят, там 4, он говорит, ну, я же сказал 5, там. Ну, прям вот так он, мне кажется, торговался, ну, в какой-то момент давали, я так понимаю. Если не давали, не играл. По вкладу в шахматы тоже. Ну, понятно, что все чемпионы мира дали много, но Фишер, в принципе, продвинул игру, может быть, даже больше, чем другие. Про Фишера есть вот эта тема, что он псих. Да. Ну, мне кажется, некоторая лесомерия, да, ты знаешь, мне там очень понравилось, что они, например, говорят, что... Ну, вот что Фишер, у него была паранойя, он все время думал, что его прослушивают. Каждый раз, приезжая в отель, он там первым делом разбирал телефон, там, искал жучки. Ну, так они между делом говорят, что, допустим, ну, вот один раз он его нашел, или там два. Ну, там, извините, если бы я у себя в номере, там, один раз бы нашел бы так жучок, я тоже бы до конца жизни, наверное, проверял, да. Я бы думал, что там эти вонючие советские, то есть там, если два раза ты находишь этот жучок, ну, реально... Ну, я бы не сказал, что это показатель психоза проверять уже, да, там, все время. Еще я всегда называю, мне кажется, Алёхина, наверное, тоже назову. Ну, Алёхин, мне кажется, такой самый яркий и самый большой вклад внес из чемпионов, ну, вот этой ранней эпохи, да, то есть это четвертый чемпион мира, это еще там до Ботвинника, до реально появления... Ну, это вот только-только будет появляться, это советская школа, то есть вот он реально, по большому счету, еще до нее для меня. Ну, и это такой вот из... Если объяснять простым людям, хотя я его так не вижу из динозавров, такой самый яркий, доминантный и все такое, ну, и пятым, наверное, пусть будет, я не знаю, пусть будет Карпов, просто потому что, ну, тоже очень много лет, да, он реально в, как бы, борьбе, то есть он, по-моему, 51-го года, и, соответственно, вот он играл свой матч на первенство мира, последний, наверное, в 90-м, и буквально, я думаю, года до 2005-2006 он был еще в топ-10, да, то есть, соответственно, тоже там аномально длинная карьера, и это, в принципе, аномальная, как бы, абсолютно серия достижений, которая просто, ну, вот так совпала, что на ту же серию наложилась еще более впечатляющая серия Каспарова, но не отменять того, что вот по меркам истории это абсолютно невероятное достижение. Там, кстати, очень красивая история, вот по ней можно снимать для Нетфликса, я жду, что с ним, вот там был смысл такой, что они играли безлимитный матч до шести побед. То есть это работает так, что мы с тобой играем, типа ничьи вне засчета, кто первый выиграл шесть партий, тот победил. И Карпов в какой-то момент вел 5-0 и не смог выиграть матч. То есть они сделали миллион ничьих, потом, значит, Каспаров начал потихоньку отмазывать, и, короче, в итоге при счете 5-3 матч остановили. Конспирологическая теория, которая, ну, видимо, на самом деле в данном случае самая верная, говорит, что остановили, потому что, то есть, ну, скажем так, Международная Шаховная Федерация была советской и двумя руками за Карпову, и, в общем, ну, как бы остановили, потому что, с более вероятным, что Каспаров выиграет матч, то есть выиграет еще три партии, чем что Карпов выиграет одну. И они остановили матч и там перенесли, сказали, что давайте будет там следующий другой матч из 24-х партий там через полгода. И он состоялся? Он состоялся, и Каспаров, то есть этот матч был уже с нуля, и Каспаров его выиграл, стал чемпионом мира. И, значит, потом Карпов с ним играл там несколько матчей реванша и ни одного не выиграл. У одного из них тоже была кинематографичная развязка, вот они играли четвертый матч в Севиле, там тоже очень красиво, там, надо понимать, шахматы вообще ничейная игра, то есть в среднем, ну, вот в матче из 12 партий, вот я тебе могу сказать, последний матч на первенство мира, допустим, Каруана Карлсон, 12 партий, 12 ничьих. До этого матч Карлсон-Корякин, видимо, 12 партий по одной победе. То есть, короче, суть в том, что ничьих очень много, да, то есть ничья наиболее вероятная. И тогда был матч, что они играли, Карпову надо было выиграть, они играли в Севиле. Матч из 24-х партий, после 22-й счет был равный. И Каспаров очень драматично, там, чудом, полуслучайно проиграл 23-ю. И, то есть, Карпову надо было сделать одну ничью, да, в как бы игру, где ничья вероятнее всего. И у того был ровно один шанс, ровно одна партия, чтобы играть. Ну, это примерно шансы, я думаю, прям такие же, как в теннисе сделать брейк, наверное, по заказу. То есть, тот вот как бы подавал на матч, можно сказать, даже, я не знаю, может быть, подавал на матч при 15-0, вот условно. Ну, и, короче, Каспаров выиграл эту решающую партию, тоже абсолютно эпическая, то есть, практически никогда никому такого не удавалось, выиграл матч, сравнял счет и по тем правилам при равном счете чемпион сохранял звание. Короче, вот эти люди там для Нетфликса целый золотой фонд создали. А сколько стоит твоя лекция? Секретик. Ну, вдруг мы захотим лекцию по шахматам? Ну, я думаю, скажем так, у нас совершенно точно есть лекция там по 5 тысяч рублей, а есть лекция там по, я не знаю, 120 тысяч рублей. Ну, я там ближе к последней цифре, но я думаю, что есть лекции, причем, ну, которые кому-то нужны и дороже намного. То есть, у нас, знаешь, как рынок, там вот эти там репетиторы английского, ну, там то же самое, да, там можно идти там за тысячу рублей хорошо, можно идти за 10 тысяч рублей плохо. А бывает такое, что приглашает олигарх на партейку шахмат, ну, в общем, для досуга? То есть, что-то вроде репетитора для олигархов. Редко, но бывает, мне кажется, да. Ты бывал на таких встречах? Я бывал, мне кажется, очень давно. Ну, я не знаю, я в какой-то момент просто для себя понял, то есть, у меня появилась позиция, что мне все, что вот идея чего мне не нравится, я обычно мне, если предлагают, я не говорю нет, я обычно, что, ну, типа, то, что мне кажется, вот, аномально дорого, да, если вдруг соглашаются, я такой, ну, окей, типа, там тогда схожу. Вот, как действительно было, что я регулярно играл против одного и того же очень богатого человека, которому просто очень нравится шахматы, справедливость, ради я получал вот этого удовольствия. И это, кстати, было дешевле намного, чем как могло быть, потому что мне реально было интересно. Ну, там, хорошо человек играл. А, кстати? Ну, он не будет в восторге, я думаю, если я скажу, но это, в общем, человек, у которого там какой-то бизнес, основанный на торговле алмазами, там, известный довольно в шахманном мире, но вот он действительно просто хорошо игрался, он играл реально в силу, там, мастера спорта где-то, поэтому у меня не было вообще ничего и фигней страдают. Ты говорил, что в топ-20 есть долларовые миллионеры. Да. А твой доход, он складывается из чего? Шахматы? Есть ли у тебя что-то еще помимо шахмата или это все, вот, игра, лекции? Мой в целом шахматы, да, да. Ну, более того, даже лекции, это все так, то есть это скорее там от нечего делать. Не, реально только вот игра в шахматы, да, конечно. Ну, плюс вот у меня сейчас появился спонсор, как раз вот они меня просили, я тебе могу потом рассказать 30 секунд про них. Давай, расскажи. Очень хорошие люди. Вот у меня первый раз в жизни появился спонсор, это консалтинговая компания Альвареса Марсал. Мне реально было важно, то есть это не было там первое предложение или второе, но вот реально нам было важно, чтобы это не были откровенно супер-кремлевские люди, да. То есть это вообще международная компания, она, да, базируется в другой стране, это очень хорошие люди, мы к ним пришли, они любят шахматы и так далее. Главное, мне очень нравится, что в отличие от большинства неких российских спонсорских контрактов, это, скажем так, неблаготворительность со стороны Кремля, да, какая-то просто, что тебе там пришли, дали денег и типа готовься под видом спонсорства. Это реально редкое явление в мире шахмат, когда именно контракт взаимовыгодный. Я этим очень горжусь, я надеюсь, что их будет вообще в шахмах больше, и что это, ну, такая практика будет распространенная, что не только там Магнус, но что просто вот как-то люди осознают, что реально можно и так, да, что если просто хорошо играть, как бы иметь нормальную репутацию, можно просто, ну, сотрудничать вот в том числе и на этой основе, что просто какая-то там крупная компания захочет с тобой ассоциироваться, а ты с ней. Так что вот я их амбассадор, все претензии по поводу их деятельности можно ко мне, если они что-то сделают не то, я всегда готов там объяснить, почему. А можешь рассказать, сколько там твой средний годовой доход за последние несколько лет получается? Слушай, это очень нестабильно, это на самом деле от ряда вещей зависит. Ну, это реально, это зависит от ряда вещей, в том числе и на самом деле от моего желания сильно вот прям зарабатывать деньги, то есть ты можешь играть больше, можешь играть меньше. Ну, я думаю, что это в среднем, но это, я думаю, от 100 тысяч всегда долларов. В год? Да, я думаю, последние несколько лет. Прошлый год отличался в этом плане в худшую сторону? Прошлый год, как ни странно, мне кажется, не отличался в худшую сторону, потому что я очень удачно сыграл, мне кажется, онлайн. Так что я думаю, вот последние 2-3 года, ну, я думаю, там от 100, я думаю, меньше, чем 200 в среднем. Может быть, очень вариативно, ну, это в зависимости от того, то есть, как бы, надо понимать, что ты реально в год ты играешь несколько партий, там, на 20-25 тысяч долларов. То есть, там, ну, ты играешь 4 партии, конечно, ну, туда, конечно, ну, сюда, ты можешь 4 выиграть, 4 проиграть. Ну, порядок, я думаю, прям такой. Ну, это, как бы, опять же, надо понимать, то есть, это, наверное, плохая реклама шахмата, может быть, там, учитывая, что я, там, какой-то, там, условно, 30-й. Но это очень важно, что это при том, что я делаю только то, что я хочу. Я не делаю вообще ничего, что мне не нравится. То есть, если я пошел бы, там, ну, условно, искать каких-нибудь, там, олигархов, олигархов из Газпрома, которые хотят играть в шахматы, или что-то еще такое делать, то было бы, наверное, больше. Ну, я просто откучивающее отказываюсь, мне так комфортно много куплено. А где ты хочешь жить? Вау, какой хороший вопрос. Нет, ну, мне очень нравится Москва, на самом деле. Москва очень хороший город. Еще вот по миру, ну, мне очень нравится Тель-Авив. Почему? Изумительно, ну, то есть, у меня все, мне кажется, любимые города, но Москва просто родной, а так вот все любимые города, они похожие. То есть, это вот европейский классный город, в нем есть большая набережная, есть море, там можно гулять, и при том там вкусно, и там очень близко вот от пляжа до какой-то, там, типа, культурной движухи. То есть, в этом плане, что Тель-Авив, что Барселона, это там прямо все одно и то же. У тебя была история, по-моему, как раз после чемпионата мира по Рапиду, ты сказал про Крым, да, и начался какой-то шум про то, что завести уголовное дело против тебя. Ну, типа, да, да. А чем это все закончилось? Ничем не закончилось, в общем. Были забавные два дня, да, так было немножко неожиданно, да. Сегодня это выигрывает чемпионат мира, там, да, проходит день, там тебя хотят дело завести, то есть, непонятно, стало ли лучше, чем два дня назад. А как ты провел эти два дня? Было, ну, страшновато? Ну, нормально я провел, я не знаю, но я помню, мы в Питере были, то есть, это будет чемпионат в Питере, мы с девушкой-то остались еще погулять немножко по Питеру после Нового года. Кстати, тебя же поздравлял Путин после той победы. Ну, что значит меня поздравлял? Ну, смотрят, что вышел указ, да, что, да, благодарность президента у меня есть, ну, да, да. Как ощущения? Да, отлично. Ну, что? Ну, просто это какая-то чистая формальность, по-моему, попахивает? Нет, ну, это, нет, ну, почему нет? Ну, это, во-первых, не чистая формальность, это дает тебе некоторые, мне кажется, ништяки. Какие? Ну, вот если я правильно помню, я, по-моему, гуглил, я могу ошибаться, если я правильно помню, по-моему, вот эта благодарность, это такая штука, которая трансформирует, по-моему, ну, то есть, помимо того, что ты просто молодец, там, да, все понятно. Реально ее ценность, по-моему, эта штука трансформирует, я могу ошибаться, надо проверять, по-моему, она трансформирует мелкую головку в административку. Ничего себе. Так что, в общем-то, почему бы и нет? неплохо. Ты сказал, мы движемся в том направлении, которое обозначили Пелевин и Оруэлл. Можешь немного объяснить, что ты имеешь в виду? Нет, ну просто мы все стали заметнее, да, намного. То есть реально все вот эти сейчас вводят же какие-то... Ну реально сейчас вот есть же такая тенденция, что хотят даже ввести вот эти, ну типа ковидные паспорта, да, по вот вакциния. Тебя там очень легко, ну то есть все наши данные легко найти. То есть я вот сейчас, например, просто сходил с ума, то есть даже вот это, насколько быстро ты попадаешь в базу. Я, значит, короче, недавно, ну как недавно, там месяц-полтора назад ездил в банк, там проводил одну процедуру, в результате которой моя фамилия попала в некий там открытый реестр. И вот мне с тех пор мне звонят просто, я просто перестал брать трубку с незнакомых номеров, потому что за сто раз со ста там, здравствуйте, мы можем вам предложить это, то с тем же, ну там митингом, я не знаю, да, там везде сейчас как бы стоят камеры. Что сейчас там реально будет как бы с этими людьми, которые были на митинге. Мне, кстати, вот это еще кажется крайне некорректным, к слову, со стороны уже, если возвращаться, да, со стороны этой команды. То есть, ну честно говоря, когда Волков там, ну подчеркнуто дианонит нас Крещуком, ну кто-то бы спросил, на мой взгляд. Ну ладно. Если вы просто хотите, что вот даже шахматисты с вами, ну хорошо, если такие методы игры, то ладно. Вот, а ну возвращаясь к пелевину Эрулу, так я не знаю, ну а что, ну сейчас всем уже начинают какие-то насильно, ну скоро начнут насильно ставить вакцины, да, то есть, ну как насильно, это будет просто вынужденная некоторая мера, да, скорее всего для перелетов, для каких-то соревнований, еще для чего-то. У всех отслеживают там, да, там про сливы данных, мы знаем, что якобы сейчас все там, да, что в WhatsApp сливай данные, поэтому давайте переписываться в Телеграме там, ну тоже, ну Телеграм здорово, ну реально понятно, что все, все везде нам читается там и так далее. Я не могу сказать, кстати, что я вижу в этом как бы прям супер большую трагедию, я вообще легко ко всему этому отношусь, но тем не менее, ну реальность такова, чтоб и Левин, и Эурл именно вот это и описывали. Где бы ты хотел оказаться через год, и кем бы хотел бы быть? Тень за меня все устраивает, но я бы хотел просто играть в шахматы, я не знаю, чтобы все у меня было нормально, вживую вот я бы хотел играть на каком-то турнире, желательно, чтобы еще не Вейконзе, а какой-нибудь вот приятный город, и все. Это неприятный, а это неприятный город, мне кажется, после года карантина в Вейконзе любая точка в Голландии будет приятным городом. Нет-нет-нет, ты там не был, вот как-нибудь вы если поедете, вот какой-нибудь репортажик, я думаю, ты поймешь, что нет. Ага, понял, спасибо. Спасибо.